Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Мы воины Царя Небесного, мы облеклись в оружие духовное. Апостол Павел, посланник Колосиным, 3 глава говорит, Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Но если кто на кого имеет жалобу, как Христос просил вас, так и вы, более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Итак, запечатлей крест в уме твоем и обними спасительное знамение душ наших. Этот самый крест спас и преобразовал вселенную, изгнал заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей сделал ангелами. Когда пред нас крест, тогда демоны уже не страшны и не опасны, смерть уже не смерть, а сон. Крестом все враждебное нам низложено и попрано. Итак, если кто скажет тебе, ты поклоняешься распятому, отвечая ему радостным голосом и с веселым лицом, поклоняюсь и не перестану поклоняться. Если он засмеется, ты оплачь его безумие и благодари Господа, что он оказал нам такие благодеяния, которых без откровения свыше, и познать никто не может. Такой человек смеется ведь потому только, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. То же бывает и с детьми, когда они видят что-нибудь великое и удивительное. Если ты станешь объяснять ребенку тайну, он посмеется. И язычники подобны таким детям, а лучше сказать, и их безрассудния. Почему и более достойны сожаления, как поступающие по-детски, не в детском, а в совершенном возрасте. Но мы громким, сильным и высоким голосом взываем и говорим, что крест есть наша похвала, начало всех благ, дерзновения и все наше украшение. О, если бы я мог сказать с Павлом, которым для меня мир распят, и я для мира, но не могу, будучи одержим различными страстями, поэтому увещаю вас, а прежде вас, себя самого, распяться миру и не иметь ничего общего с землей, но возлюбить горнее Отечество славу и благо небесное. Мы воины Царя Небесного, мы облеклись в оружие духовное, зачем же мы живем подобно корчевникам, бродягам и даже подобно червям. Где Царь, там должен быть и воин. Мы воины не отдаленного, какого его Царя, но близкого к нам. Земной Царь не допустит всех в свой дворец и к своей особе, но Царь Небесный хочет, чтобы все были близ Царского его престола. Аминь. Храни всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok